Всем привет! Сегодня у нас история от подписчицы. Сейчас зачитаю ее вопрос. Отвечу на него, вы тоже можете дать свои комментарии под видео. Здравствуйте, Галина! Пишу вам письмо, так как хотела услышать ваше мнение со стороны. Если вы захотите разобрать мое письмо в видео, буду очень признательна. Моя история не связана с турками отношениями, а скорее со страхами, которые, я боюсь, могут помешать мне в будущем общаться с мужчинами. Я смотрю ваш канал уже два года и вроде бы беру из ваших советов для себя много полезной информации на будущее, но и страхов появилось от этих всех историй немало. Дело в том, что уже несколько лет я готовлюсь к переезду в Турцию, поступлению в турецкий вуз. Я уже закончила школы и уже в сентябре 2022 года буду приступать к учебе в университете в Турции. Опыта общения с турками не было никогда. С парнями, кстати, у меня на родине, у себя на родине не общаюсь, не знаю, комплексы это или мои какие-то внутренние или что-то другое. До того, как начала смотреть ваш канал, представление о турецком обществе было другим. А вот сейчас вместо образа семьянина, надежного мужчины, турецкий мужчина, мне кажется бабниками, эгоистами, маменкими сынками и тиранами. Я вот прям внутри себя ощущаю, как отношение ко всему этому переезду изменилось в худшую сторону. Появились страхи, много страхов. Есть ощущение, что я либо не смогу вообще общаться с турками мужчинами из-за этого образа, который уже укрепился в моей голове, либо я притяну к себе именно такого морального урода. Даже представить себе не могу отношения с турком страшно становится. Боюсь предательства, отношения к славянской, в кавычках, давалке. Причем настолько сильно боюсь, что кажется вместе с бабниками и всех нормальными мужчинами я упущу нормального, так как боюсь общения с турецкими мужчинами в принципе. Либо я останусь одна у разбитого корыта, либо найду себе как раз вот такого, как я описала. Как быть? Страну я люблю и точно планирую там жить. Но вот что там будет с личной жизнью, даже примерно представить не могу и боюсь. Возможно, я себя просто накручиваю и все наладится, как только я приеду. Или же эти страхи не напрасны. У меня действительно в будущем может возникнуть блок в общении. К слову, не так уж много времени осталось. Может, мне стоит посетить психолога. Буду вам очень благодарна за ответ. Я девушке в ответ написала. Хочу отметить, что если вы уж едете учиться, почему так зациклены на отношениях с турками? Одно другому, конечно, не мешает. Но изначально же цель другая, для чего вы едете, складывается ощущение, что искать парня, а не учиться. А если учиться, то вас никто не заставляет вступать в отношения. Выбор же остается за вами. А вы пишете о своих страхах. Впечатление, что страхи свои личные к мужчинам вы перенесли на турок и нацию. Я, кстати, этого мнения дальше остаюсь. Девушка отвечает. Конечно, изначально я иду учиться. Но, как я уже раньше написала, эта сторона мне уже давно нравится. И в планах не только учеба, и дальнейшая жизнь в Турции. А, следовательно, отношения, вероятно, все будут с турками. А страхи сформировались как раз по отношению к турецким мужчинам. Многие истории, озвученные вами на канале в предыдущих своих видео, очень однотипные. Они о бабниках, мамкиных сынках и эгоистах. Создается ощущение, что в Турции, если не все, то большинство мужчин с подобными поведениями и взглядами на жизнь. Понимаю умом, что не могу все без исключения быть плохими. Но, зная себя, свою ментальность, боюсь, что эти предрассудки мне будут очень мешать в общении с противоположным полом. Спрашивала вашего мнения именно по поводу своего страха перед мужчинами. Так как учеба в этом случае в приоритете. Но личная жизнь ведь тоже нужна. Тем более, что планирую жить в этой стране. Вот первое, что хочу отметить. Я планирую в этой стране жить, хотя я еще здесь ни разу не была. Понимаете, я сразу говорю, девушке, когда вы приедете, у вас будет разочарование в стране 100%. Потому что здесь не все так идеально, как вы придумали, как вы видели в сериалах. Или когда вы приезжали на отдых. Приезжать на отдых, have fun. Это одна история летом в Анталью. Жить здесь постоянно. Это бюрократия. Не знаю, там, в Стамбуле поток людей, информации. Здесь все условно, там, чужие тебе и так далее. Даже если ты едешь на учебу. То есть это в любом случае будет, я сразу говорю, разочарование в какой-то мере, оно точно будет. Для того, чтобы не разочаровываться, надо очаровываться. У вас, значит, очарование, некие страхи, они уже сейчас полезли. Возможно, это некое сопротивление, в принципе, к переезду. И как некий такой звоночек. Как один из вариантов. Мне вот лично кажется, что вам никто действительно, я продолжу, не заставляя здесь вступать отношения. Может, вы вообще своего соотечественника, земляка здесь встретите. Никаких гарантий нет. Боитесь вы на пустом месте. Сделать здесь вообще не в турках. Так как вы описываете, вообще идеальных людей нет. И таких подонков, гадов, эгоистов, там, бабников в вашей стране, не знаю, с какой вы страны, тоже навалом. Вы же на них обратите. Вы понимаете, вы уже пишете о том, что я уже с мальчиками сейчас, где я живу, не общаюсь. Так какая разница, турок, это другая страна, или то, что у вас рядом, если вы рядом, что же на них внимания не обращаете. Я больше скажу, это какой-то у вас есть базовый внутренний страх, который проявился в связи с тревожностью, которую вы получаете, видео, которые у меня на канале просматриваете, видео, уверенные других остальных брогеров, которые затрагивают русско-турецкие отношения и менталитет здесь в стране. У вас есть базовый страх к мужчинам. Если бы его не было, вы бы сейчас были, например, если бы хотели, вы бы хотели отношения, были в отношениях, и с мальчиками, где сейчас живете, тоже бы общались. Они у вас интересные не вызовут, что вы уже сомнены. Это написали. То есть, может быть, вы как бы для себя оправдываете то, что я же буду переезжать, меня же здесь не будет, зачем мне вступать в долгие отношения, все равно обречены, как бы, скажем так, закончиться. Нет у них будущего, потому что я перееду далеко, не буду я их и начинать. Внутри себя главное ответить на желание-то начинать не есть или нет. Я ваше письмо вообще читаю, как мне придется вступать в отношения. Я, конечно, типа учиться. Но мне придется вступать в отношения, я же там жить планирую. А там все гады и подумки, мне этого страшно. Я это читаю. Не Турция, не мужики, не канал мои, не видео виноваты в этом. Это, в принципе, переносим на любого другого мужчину. Я как психолог читаю ваше письмо. Но с течением времени, где бы я ни жила, мне придется, не хочу, а придется по каким-то давлениям, нормам, течению жизни, неважно, как мы это назовем, мне придется вступать в отношения. И я их боюсь, этих отношений. Мне уже страшно. И так как я планирую жить там в Турции, в этой стране, я насмотрела специально. Вы понимаете, вы же вышли на мой канал. Вы не про учебу-канал про Турцию, понимаете, смотрите, а про вот эти отношения. Вы уже себе нашли то, что вас напугает. Оправдать это называется, свой страх заранее, что это плохо, уже оправдать свой страх. Это плохо, это заранее опасно. Вот так будет. Я вообще так напугалась, напугалась, что сейчас этот страх стал вам, скажем так, вносить коррективы в ваше вообще желание переехать в Турцию. А оно мне, блин, вообще, может, надо, не надо? Ну, как бы учеба еще заставляет меня держит это желание, да, моя. Я уже сомневаюсь во всем, у меня все будет плохо. И вот вы начали, я притяну себе плохого мужчину, потому что я уверена и чувствую внутри, у меня не получится встретить хорошего, кто меня будет любить, с кем у меня будет взаимопонимание. И я попаду, скажем так, в заложника, буду жертвой ситуации, когда мной будут там плохо обращаться, пользоваться самым и так далее. То, чего вы там боитесь в отношениях с мужчиной. Этот страх базовый, он гораздо глубже, это не отношения, никакое. Турция, менталитет и мои видео. Это лакмусовая бумажка, которая проявляет ваш внутренний базовый страх. А причин страхов в этом у нас часто в видео встречается. Раз вы два года их смотрите, вы, наверное, в курсе, что причина таких страхов – это неприятный опыт предыдущий, это могут быть неправильные, неверные установки в семье от родителей, от людей, точнее, это могут быть тети, дяди, бабушки, в общем, люди, которые с вами больше занимались с детства, участвовали в вашем воспитании, участвовали в вашей жизни, люди, у которых, может быть, свой был опыт, и они вам, пытаясь, например, предостеречь, расскажут, что мужики все козлы, бабники. То есть вы уже вот этих бабников, эгоистов, там, еще как-то вы их назвали, а вы их уже боитесь заранее. Просто вот здесь, в Турках, вы, например, это увидели. Вы вообще, вот я выбрала Турцию какую-то, почему нельзя другую страну выбрать? Хотите, расскажу прикольчик, что вот это базовое, что надо выходить будет замуж, мне, в принципе, уже это страшно. У меня Турция, вы написали, ассоциировались турки семьянины, добрые, заботливые, равно безопасные мужчины. Я боюсь бабников, там, вот то, что вы описали, все это ваши страхи. А я искала, видела турков для себя, создала образ как нации, как мужчин, представители их воспитания. Я надеялась, что они вот такие вот семьянины, надежные, добрые, заботятся. Вот это базисы, которые вам нужны в отношениях. А ваше видео я посмотрела, я поняла, что они что, блин, не такие? Они теперь для меня небезопасные. Я их теперь тоже боюсь, как остальных всех мужиков. Я открою вам секретик. Проблема в вашем страхе базовом. И все ваши мужики в мире, какой бы он в стране ни жил, вы везде на такого подонка можете нарваться. Дело не в стране, ни в видео, ни в людях. Это все есть в каждом вообще. По сути, и в вас, и во мне, и в мужчинах, в любом поле, в любых людях есть. Мы все отчасти где-то подонки в чем-то. Но просто дело в том, что вы ищете себе безопасного мужчину. Поэтому я даже больше скажу, если вас раскручивать вполне, возможно, мы можем выйти на то, что ваше желание учиться в Турции, это не только какие-то обстоятельства, любовь к востоку, вы востоковед, например. А ваша тяга безопасности в этой стране, безопасные мужчины, перспективы, семейные. Я уже могу увидеть, что у вас потребность в семейственности, в поддержке, в добре, в тепле, в принятии. Что у вас, скорее всего, семьи, как таковой, где вас принимали всецело, любой, любили, там, с ног до головы по пятке целовали, безопасно вам было в семье. У вас этого, скорее всего, не было. У вас эта вот идея фикс, эта потребность есть. Почему есть желание уехать в другую страну учиться? Подальше от своих родителей, от семьи, от ситуации, в которой я живу. Это некий побег все равно, даже если это побег с перспективой идет. Перспектива в этом плане – это оправдание. У нас же очень много сейчас обучения онлайн, дистанционного и какие-то другие прочие варианты все равно, да? Я к тому, что вы выработали для себя представление о некой безопасной зоне, как Турция, о безопасных мужчинах. И два года вы разрушали себе этот эффект безопасности своими, собственно, руками. Вы это просматривали видео. Знаете, почему вы видите, что вас эти цепляли интересными, хотя они однотипные, вы продолжаете их смотреть? Я пытаюсь вынести уроки, предугадать, что мне делать, что не делать, понимаете? Обезопасить себя, разработать стратегию поведения или понять эти звоночки, как понять в мужике, что он вот такой-сякой, да? Предостеречь себя и так далее. То есть, в любом случае, это работа со страхом. А знаете, почему это может разочарование произойти? Потому что это не ваше истинное желание. Вам кажется, возможно, что это истинное желание жить в другой стране, в частности, в Турции, учиться здесь, а потом у меня будут отношения? Я же говорю, кто вам сказал, что у вас будут отношения? Может, вообще в другую страну потом переедете? Может, вы себе своего соотечественника здесь найдете? Вообще, что за вот... Вы понимаете, это очень выглядит на продуманный, конкретный план. Мне надо, мне придется план, для чего нам нужен, чтобы быть в безопасности и не поднимать свою тревожность. Когда у меня есть план, мне так спокойнее, продумано все. Я в безопасности. Так вот, у вас этот план продуманности, план, как минимум, у турецких мужиков, что они семейные, безопасные, надежные, он рухнул, посмотрев видео. Я уверена, план про страну тоже может рухнуть. Мне кажется, все не так тут хорошо, шитое, крытое, гладко. Здесь тяжело, в принципе, жить. Темп жизни и менталитете, знаете, не только все хорошее семейное здесь есть. Здесь огромные минусы, двуличность, обман и так далее. Вот эти восточные козни всякие. Это в людях тоже здесь есть. И что, скажете, я думала, все другие такие, не такие. Я на это не хотела обращать когда-то внимание. Но это в людях есть, куда ты денешь, да? Так вот, от перестановки слагаемых сумма-то не меняется. Почему у меня могут быть разочарования, такие глобальные в стране в том числе? Потому что это было не мое истинное желание. Турция и вот этот план учебы за границей, это некий побег мог быть. Я вообще вам посоветовала до переезда посмотреть, а что вы на самом деле-то хотите. Это ваше желание или оно вам навязанное, не ваше истинное, а вам или вы бежите от какой-то опасности, или это вообще чужое желание, которое вам навязали. Вы такие, ну да, можно, в принципе, и вот так, окей. Вот. Спасибо всем за внимание. Девочки, пишите ваши комментарии, особенно кто поопытнее, постарше, так как девушка еще только планирует быть студенткой. Может, вы каким-то своим опытом поделитесь, кто был в подобных раздумьях. Пожалуйста, я думаю, можно попробовать переехать, пожить. Господи, вы всегда можете обратно вернуться. Это никто не запрещает. Вы же уезжаете не как в конец какой-то света, и жизнь просто закончилась, вы захлопнули дверь в свое прошлое, и все это вы уже не смеете. Вы можете вернуться. Я за риски, за практику, за опыт. Вот надо попробовать, почему бы, нет. Друг что-то хорошее выгорит. А, нет, я всегда успею вернуться, вот и все. Если вам нужна моя консультация, как психолога, вы мне можете на почту, всегда она в инфобоксе под видео написана, прислать ваше письмо с темой консультации. Если вам нужно, как девушке, видеоответ популярный на канале, то по теме письма история от Анонима. Спасибо всем за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok